привет привет друзья рада вас опять приветствовать на своем канале здесь вам я еще не надоело так часто выкладываю свои видео ну как посмотрели вчерашний мастер-класс по гусю как впечатление давайте комментируйте то видео я буду читать сегодня постараюсь написать мастихинового гуся вчера был кисточка написать сегодня мастихином я так вот не случайно тут стою возле своей фотозоны сегодня купили у моего сына вот эту рамку пару видео назад я показывала ее своем видео что он петуха наклеил я думаю зачем он лишь наклеил кто его купит эту рамку а вот сегодня ее купили купили ее в сша поедет она поэтому буду упаковывать поэтому друзья нет ничего невозможного ищите свои ниши вдохновляйтесь в соцсетях на разных сайтах head made что-то все равно вы найдете то что понравится вам это что вы чему вы захотите обучиться этому как бы не так сложно это одному из комментатором как условно красиво одному своему дорогому подписчику ответила что будет возможность я сниму видео процесса создания вот такой рамки ну или что-то подобное когда время конечно будет там есть свои нюансы но ничего сложного нет нужно просто рассказать про материалы где их взять как их делать и технологию вот друзья моя весенняя фотозона такой вот у меня тут гиацинт на день рождения мой мужчины мне подарили пахнет я переживала что не будет пахнуть вчера потому что уже распустился но запаха не было а сегодня вот зашла в мастерскую и прямо такой аромат и там он еще лезет три соцветия так что вот весна покупайте свои такие себе такие приятности у нас вот соседнем магазине я чуть поменьше гиацинт вот одна одна розеточка 70 рублей всего стоит в леруа я видела тоже недорогие а сколько они настроение хорошего прибавляют вообще ему непостижимо поэтому вы радуете себя мужчины и женщины так еще что-то хотел сказать а вчера я показывала освещение в своей мастерской но я забыла кое-что вам еще сказать то есть вот такие вот прожекторы они хорошо светят но от них падает яркая тень сейчас вот я покажу на примере ну давайте вот кролика сейчас у этого кролика довольно таки такая рассеянная тень не очень резкая но такая более менее приятно это потому что я вот прожектор который над ним слегка накрыла бумажка белой бумагой обычно пищей и поэтому тени на ткань много рассеянно если эту бумагу беру видите да какая тень стала четкая яркая и как бы фотографиях это некрасиво поэтому вот такие рассеиватели я прямо на скотч наклеиваю на прожектор и потому что они светодиодные они не нагреваются практически и вот за счет этих бумажек я спасаюсь и как-то делаю тени более мягкими сейчас она все равно есть если я хочу то я изощрюсь и сделаю так что этих теней практически вообще нет то есть у меня тут два прожектора вот там прожектор здесь лампы здесь селфи лампа я это все включаю и двигаю что-то накрываю листами чтобы тень смягчить что-то наоборот убираю вообще вот экспериментируйте прожекторы кинут совершенно недорогие вот последние купила в кастерами и он и кстати больше всего пока нравится за 450 рублей то единственное нужно было смонтировать выключатель проводки друг друга соедините выключатель отдельно еще купить нужно у меня просто дома был так ну вот сегодня день у меня начался с фотографирования миниатюр отфотографировала на пару дней вперед сейчас напишу один большой заказ и потом в конце дня напишу мастихийного гуся надеюсь у меня сил останутся ну что друзья переходим к мастихийного гусю быстренько пробегусь по краскам не знаю буду ли я их все использовать но выдавила на палитру если чтоб потом в конце просто миниатюры напишу из остатков мы пойдем вот от теплых холодным белила титановый использую дальше у меня идет кадмий лимонный кадмий желтый средний вот пальчиком показываю как видно снизу дальше идет вместо телесная сегодня использую неаполитанскую желтую телесную чуть не нашла в ходу дальше идет охра светлая дальше голубые оттенки королевская голубая небесная голубая турецкая зеленая это эти эти вот огня остались с предыдущей работы только что заказ нарисовал поэтому вряд ли конечно буду использовать ну можете в воде использую дальше вот этот у меня бирюзовая дальше идет фиолетовая гамма вот это вот вместо ультрамалярина кобальт взяла синий спектральный так что попалась земляных у меня это марс коричневый темный шунгит черный и красненький это у меня кадми оранжевый гамма нет это у меня индийская желтая чуть-чуть кадми красный светлый и как краплак красный вот я краплак всегда использую для теней красных вот очень такая кучка красок говорю не факт что я все сейчас буду использовать в работе то что отчиталось перед вами по цветам хорошо так формат у нас такой же как на предыдущей работе 8 на 10 дюймов писать буду мастихином дам мастихин я использую итальянской фирмы сейчас скажу точно как называется и во многих видео я уже про него про эту фирму говорила что ее сложновато сейчас вообще найти магазинах вот и именно оригинал вот этой итальянской фирмы r&m сокращенно и вот тут всегда написано италий то есть вот этот мастихин которым я всегда пишу ему уже но там 16 года он один из первых потом я очень очень много мастихинов покупала но вот такой вот формы именно вот этой фирмы я сейчас пока найти не могу я заказывала и онлайн вы мне многие советуете там разные магазины я заказывал поверьте из разных магазинов такой формы старалась и этой фирмы но то приходили длинные то более узкие вот именно вот этот я не знаю какой-то номер понимаете все затерлась уже поэтому вот пользуюсь чем пользуюсь ладно предварительно я нарисую силуэт гуся кистью хотя у нас полностью должен быть как бы мастихиновым но все равно кисточкой я нарисую силуэт большое спасибо за все комментарии которые вы мне оставили к предыдущему мастер-классу еще раз друзья повторю что я не вижу ваши комментарии если вы пишете ответ на ответ то есть вы мне написали комментарий я вам ответила вы еще что-то у меня спросили в этом же комментарии в ответом на мой ответ но к сожалению я уже не вижу его поэтому он остается без ответа поэтому лучше пишите новый комментарий я вспомню ваш первый и отвечу на вопрос ну либо повторите как бы тот вопрос и новый так так вот немножко грубо конечно ну ладно а мастихином потом я все это поправлю я просто сейчас по пропорциям посмотрела чтобы он у меня вошел формат и хоть работаем мастихиновая сейчас я накидаю краску тоже кистью вот именно как бы ну подвалёвок не подвалёвок как хотите называйте то есть смочить наш холст вот так я это называю иначе мастихин скользить по картонке не будет его обязательно нужно смочить хотя бы просто масло пишу я на льняном очищенном масле моё масло к сожалению закончилась которая я сама делаю поэтому пришлось подкупить льняное масло фирмы гамма ну в принципе довольно сохнет хорошо быстро буквально вот за два-три дня краска схватывается уже нормально так масленку уберу чтобы не пролить вот сюда и сейчас заполняю кисточкой и таким утром разжиженным разжиженным составом краски чтобы просто мастихин у меня скользил по картонке там уже дальше буду накладывать так вот все все дальше у нас пошла мастихиновая работа беру мастихин и начинаю замешивать цвета все то же самое как и в первой работе намешиваю определенные цвета постоянно смотрю на референс который у меня перед глазами и вот у меня сейчас мастихин благодаря тому что лежит уже масло с краской хорошо скользит если бы я этого не сделала мастихин бы очень туго ходил в чистом цвете я не использую голубые всегда их чем-то подмарываю вот в данном случае небесно-голубую с кобальтом и немножко марса какой-то сложный оттенок получился чтобы оттенить вот белую вот эту вот грудку мастихина и вот такими вот мазками то свете да раз два три мазка все вытираем мастихин готовьтесь что с мастихином краски будет уходить больше чем с кисточкой но зато на мой взгляд мастихином работать полегче всегда можно подправить что-то со скриптием помните да на палитре я не замешиваю все в одну кучу я беру цвет в данном случае небесно-голубой и от него уже вытягиваю цвета то есть тут более темный замешала тут вот с белилами и сейчас вот я фон как бы вмешиваю один цвет в другой где-то у меня останутся резкие переходы где-то я сделаю градиент то есть тут на ваше уже усмотрение как как вам больше нравится где-то сделаю ну совсем вот однотонный такой вот фон воды и рисунок видите совсем у меня уже подстерся могу потереть бумагой я не с тряпочками не тряпкой вытираю бумагой она картонка она все равно осталась скользкой такой хоть я и вытерла слой краски продолжаю еще над фоном работать хочу положить вот этот мазок мощения чтобы у меня был такой контраст синие синего и светло его мощения смешаю белила с охрой желтого добавлю чуть-чуть сиреневого для сложности цвета но чтобы цвет был не грязный если нужно добавляю на кончике мастихина масло льняного и такой вот мазочек мощение положу и вытираем мастихин что вот это синий цвет не пошел у меня в мощение так вот с этой стороны мазок положу и вот с той стороны все пока мощение мне хватит тут не закрывая чтобы держать картонку руками то что она маленькая не ходит туда сюда давайте теперь кончика мастихина начну формировать самого гуся намешаю белила небольшим вот количеством охры но все равно очень-очень светлый то положу на эту головку видно что она светится на фоне воды такой необычный ракурс немножко вот так вот мне нравится выезжать так как у нас работает к полу абстрактно получается как бы перышки на ветру немножко развиваются здесь я подправлю фоном форму шеи немножко так вот приглаживая и теперь намешаю тень то есть здесь у нас свет падает тут нас в тени интуитивно какие цвета вот идут голову такие намешают данном случае вот индийскую турецкой зеленый турец как она индийская желтая турецкая зеленый цвет от как красиво названа такой вот зеленый цвет получил возможно не стоило такой зеленый делать добавлю оранжевого и все кончиком кончика мастихина то есть меньше половины я использую в краске опишу так вообще вот четвертью мастихина так вот положила два мазка смотрю слишком горячей горячая тень нужно с ней что-то делать добавлю холодного королевской голубой немножко фиолетовым смешаю сюда же добавлю охры и вот этим вот замесом сложным положу вот эту вот тень во-первых взгляд кажется грязноватым сейчас мы его разбавим на фоне мощения вот эта вот часть у гуся она кажется темной но она яркая такая вот светящийся поэтому я сейчас вот охру оранжевым с неаполицианской желтый намешаю чуть-чуть добавлю темного марса и вот такой вот яркий горячий цвет сюда положу и поработаю еще со светом тут уже видите да большие такие мазки в довольно таки текстурные сейчас я и буду пытаться между собой подружить еще больше синего более темно-синего добавлю в воду чтобы гусь еще более белым светился то здесь уйду на градиент немножко вот там вот каких-то рефлексов на роде лучей полусухим таким мастихином положу вот сейчас более откровенного возьму оранжевого желтым вот эти вот лапки тут на самом референции небольшой такой диссонанс как бы и теплый и тут же и холодный все они рядом немножко не по академическим правилам но смотрится все равно красиво поэтому я вот прям по референцию кладу вот эти вот фиолетовые оранжевые цвета рядом с друг другом а что получится там уж посмотрим вот такой вот хвостик у нас беленький чуть-чуть задрался не забываем что у всех объектов есть тень и таки поэтому хвостик мы тоже оттеняем водой мы еще контрастнее делаем гуся и и и и и и учитесь делать вот такие вот градиенты в каких-то местах у нас четко видны мазки мастихина а в каких-то они очень сглаженные на мой взгляд это придает картине немножко от боли шарма что ли что интересно что не вся она одинаково такая порубленная так он все-таки этот зеленый я от него избавлюсь не нравится он мне благодаря мастерии вот и легко сделать просто скорябала и все тут прямо у лапки можно темный цвет положить с помощью фона выровнять рисунок все также вот этот уголок пока никак не задействую чтобы держать пальчиком давайте клювик напишем чтобы он уже на гуся был похож пока непонятно чайка гусь оранжевый с белым смешаю кончиком стихина и дальше пошли красные как скульптор я вот вылепливаю нос с мордочкой конечно таком формате сло сложно работать возможно нужно было взять и мастихин поменьше но я боюсь что у меня просто бы не получилось потому что привыкаешь к мастихину и потом сложно перейти на другой мастихин какая какого бы формата работа не было а тем более последнее время я в основном пишу всю кистью и вот за счет фона я сейчас вот эту грубость то что мастихином положила буду убирать почти 20 минут работаю у нас работа не на скорость мы просто так как она задумана как быстрая скетчевая работа не хочется ее затягивать тут рефлекс и еще фоном немножечко подправляю форму ну черный мне и не пригодился какой мне еще не пригодился устали все пригодились можно было без индийской еще обойтись так что смотрите друзья тут какие цвета вам больше подходят теме пользуйтесь я любила очень скульптуру художественной школе может быть поэтому и у меня сейчас с мастихином такая любовь еще где-то в конце обучение в академии я увлеклась изделиями из полимерной глины лепила украшения на продажу в том числе и лепка там тоже как бы такая серьезно иногда было какие-то сложные изделия поэтому мне нравится этот процесс создание объемов поэтому вот кто тоже склонен может быть в детстве кто-то любил из пластилина лепить то думаю есть мастихин у вас тоже все получится немножко тут я конечно не разобралась вот с объемами то есть надо посмотреть то есть тут крыло здесь у нас шейка вот сюда уходит то есть это видите три объема крыло передняя часть вот он где-то она заканчивается и задняя вот такие три полушария можно сказать и у каждого должен быть свет и тень и я тут немножко напутала ничего сейчас попробую исправить давайте ножку положим вторую он уже смотрелся как бы законченный ну мы его еще поправили погоняли краску довольно таки такие яркие цвета использую ну ты в акцент тогда лапках в клювике ух какие лапы мощный сейчас мы за счет фона немножко поют тоньше сделаем и сразу тень падающую гуся сиреневый синим немножко охры масло если краска густая и вот начиная вот от этой лапки аккуратным кончиком и сюда перепоночки желательно тоже как показать сложно такой маленький формат возьмите побольше чтобы уж совсем такую ювелирную работу не делать но если вы справитесь с таким форматом то другой вам вообще будет не страшно но не привыкайте к одному нужно разные форматы использовать это научитесь на одном рисовать потом вам закажут другой формата вы уже не сможете переключиться на него много конечно краски ушло больше чем на того гуся ну кстати мне вот этот даже больше нравится чем тот напишите какой вам понравился больше гусь мастихиновой или кисточкой интересно будет почитать конечно каждый художник у каждого художника свой любимый инструмент и вряд ли есть прям вот художник который вот 50 на 50 кисточкой или мастихином полтора года назад я бы сказал что я только мастихином люблю писать кисточкой я не люблю но сегодня с уверенностью сказать что кистью я люблю писать больше меняется потому что все учишься чем-то новым узнаешь открываешь для себя но мастихин я конечно тоже люблю могу сказать что все мастихин это не для меня тем более вот большая часть заказов которые сейчас приходит ко мне это все-таки мои старые работы повторы и они все мастихином поэтому приходится к нему возвращаться снова и снова я не расстраиваюсь рада даже всем заказом все друзья буду заканчивать пишите свои впечатления кстати я в том мастер-классе тем гусем говорила что можете свои результаты отправлять ну как отправлять да как это сделать отметить меня stories в instagram или в посте то есть вот так отмечать не так как в личку до писать потому что вас много я одна я не могу всем отвечать поэтому вот кому интересно мое мнение можете меня отметить в соцсетях если вам ну мое мнение интересно или ну или просто приятно да мне сделать я буду очень рада чуть-чуть я еще полею но уже на поправку иду ну ладно вот к неносканец в разный ну милый вполне мученок получился это детальки не забывайте добавить носик а вот тут . они еще живости придают рисунку все и не забудьте конечно поставить подпись до встречи в следующем видео пока пока что а ну а Субтитры подогнал «Симон»